Две груженые фуры готовятся к отъезду из казахстанской столицы. 40 тонн гуманитарного груза отправятся в Украину. Нескоропортящиеся продукты, гигиенические принадлежности, одеяло и одежда. Все это собрали рядовые казахстанцы. Вы знаете, дороги сейчас тяжелые, но мы надеемся, что в течение... Ну, я спрашивал у водителей, они говорят, дорога тяжелая, но дней 10. Мы идем на Курык, Азербайджан и в ту сторону, Турция, Грузия, Турция, Болгария, Румыния, Молдова. Или через Румынию, Румыния, Украина. И до Киева доедете, да? До Киевской области. Посол Украины выразил благодарность казахстанцам за помощь, оказанную его народу, страдающему от военной агрессии России. Посольство продлило график работы, поскольку поток желающих поддержать украинцев не иссякает. Ранее около 25 тонн гуманитарного груза было отправлено авиарейсом из Казахстана в Украину. Мы собрали более 150 миллионов тенге. Это полностью по Казахстану. Но это то, что собрало ель Балашаха. Откликнулись не только все регионы Казахстана. Начиная с Петропавловска, с Усть-Каменогорска, с Караганды, и заканчивая от Ирау, Актаук, из Лордой, Алматой. Также откликнулись и много близлежащих стран. Нам писали с Китая, хотели отправлять средства. С Катарой, с Россией, с Белоруссией. Несколько казахстанцев объявили сбор помощи для Украины 25 февраля. Инициатива нашла поддержку. В посольство по-прежнему несут вещи и предметы первой необходимости. В сборе помощи по стране участвует около тысячи волонтеров. Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину 24 февраля. Официально Нурсултан не осудил агрессию, отметив, что не поддерживает ни Москву, ни Киев. Власти страны через неделю после начала войны призвали стороны к поиску компромиссов и пообещали организовать гуманитарную помощь для Украины через официальные каналы. Субтитры создавал DimaTorzok